АРМЕНСКАЯ ЗЕМЛЯ В Трапезоне наводнения. В Ризе водяные смерчи. Жители Лиджея просят о помощи. Сирия. В Израиле заявили, что российские С-300 не смогут отследить их истребители F-35. Жители сел Акбелен и Улутлу после взрывов в Батмане не пускают свои дома. Презентация 38 части армяноведческого журнала Айказян. Главный муфти Сирии шейх Ахмад Бадр Аддин Хасун, давая интервью российским СМИ о ситуации в Сирии и во всех огнеопасных точках мира, снова упомянул Нагорный Карабах. По словам муфтия, есть регионы, где давным-давно пора бы положить конец вопросу о спорности территории. И в качестве примера привел именно Карабах. Главными мотивациями Карабаха являются воли изъявления народа к независимости, историческое прошлое региона и победа в войне. О какой спорности вообще может идти речь? Лично я поддерживаю стремление народа Карабаха к независимости и свободе. И еще раз хочу заметить, что причина карабахского конфликта не религия, а воли изъявления народа. А с этим нельзя не считаться, сказал духовный лидер Сирии. Саммит Франкофонии в Армении является хорошей платформой для того, чтобы стать более узнаваемым на африканском континенте, войти на этот рынок своими экономическими возможностями и расширить сотрудничество. Как сообщает Армен Пресс, об этом на брифинге с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Зораб Манад Саканян. Конечно, у нас также есть другие платформы, но дух сотрудничества на саммите очень хорош и полезен для использования этой платформы, чтобы сделать нас более узнаваемыми в Африке. Эта платформа также дает возможность проводить исследования, выходить на рынки в рамках возможностей нашей экономики и создавать интерес к нашему рынку, подчеркнул Манад Саканян, добавив, что очень важно использовать эту платформу, чтобы показать большую активность на африканском континенте и работать со всеми африканскими странами. Министр отметил, что Армения имеет дипломатические отношения практически со всеми африканскими странами, но одно дело дипломатические отношения, а другое – расширение сотрудничества. Сильные дожди в Трапзоне вызвали наводнения, а в Резе – смерч на воде. Проливные дожди в городе Трапзон и в некоторых регионах вызвали наводнения. Неблагоприятные погодные условия вызвали ряд неудобств. Некоторые дороги были заблокированы из-за краха Корадеру. Отмечается, что в некоторых местах были оползни. В дополнение к Аракли, проливным дождям в Бешикуду, Тони, Вакиф-Кебир, Чарш-Баш, Йомра и Акчат были вызваны оползни и наводнения. В Резе – непогода вызвала смерчи над морем. Военные операции в Лидже продолжаются в течение нескольких дней. В 65 деревнях Лидже 4 октября был объявлен комендантский час, но военные операции продолжались и там. Жители говорят, что все дома в Барихском районе Лидже охраняются военными и никто не может выйти из дома. Продукты людей закончились, они призывают к помощи. Ранее стало известно, что солдаты избили одного из жителей района. Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не скажется на эффективности израильских ВВС, располагающих американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханекби. По мнению израильского министра, операционные возможности ВВС Израиля превосходят возможности ПВО Сирии, поэтому предоставленные российской стороной системы С-300 на самом деле не ограничивают их эффективность. Ханекби уточнил, что Израиль располагает малозаметными истребителями, которые С-300 даже не смогут отследить. Речь идет о стелс-истребителях F-35, которые с 2016 года поставляют Израилю Соединенные Штаты. При этом министр подчеркнул, что поставка С-300 безусловно не сможет остановить нанесение Израилем ударов по Сирии. 13 человек были арестованы после взрыва в Батмане. После взрыва бомбы в районе Герчуша-Батмана, в результате которого погибли 8 солдат, 13 человек были задержаны в деревнях Умутлу, Акбел и Чавушлу. Вход в деревни Умутлу и Акбелен разрешен только жителям села. Люди, которые не являются жителями этих деревень, не могут въехать в деревню. Местные жители указывают, что они находятся под постоянным давлением и под контролем. Жители деревни требуют освобождения задержанных односельчан. Армяноведческий журнал «Айказян» уже четверть века непрерывно издается, и это уже считается традицией. Журнал является неоспоримым свидетельством роли Университета Айказяна и его приверженности поддержке армянского языка. Презентация 38-го тома армянских исследований «Айказян» состоялась 3 октября 2018 года в 19.00 в зале Университета Айказяна. Среди присутствовавших были президент Союза армянских евангельских церквей на Ближнем Востоке Вер Макартыч Гарекинасян, президент университета доктор Пол Айтостян, чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Ливане Самвел Макарчан и адвокат из сообщества доктор Владимир Богосян, глава армянской церкви Ливана архиепископ Нарек Алимазян, священник Макартыч Кешищан, сирийско-евангельческой общины Селемиан, главные редакторы трех ливанско-армянских газет и информационных бюллетеней, работники образования и средств массовой информации, многие друзья. Главный редактор журнала доктор Армен Юрнышиан после приветствий он высоко оценил 27-летнюю службу отца Андроника в качестве главного редактора. Юрнышиан подчеркнул, что уже год прошел, а работа не пострадала. Редакция журнала работает как сплоченный коллектив. Это означает, отец Андроник не только хорошо руководил как редактор, но и создал хороший коллектив, который без него, но с его принципами делает эту важную работу. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию танец Харо-Хаках в исполнении концентрального ансамбля Берта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok